На территории Российской Федерации вступил в силу закон о блокировке Ютуба и других информационных площадок, которые, по мнению правительства, нарушают свободу и права граждан России на получение достоверной информации. Отныне надзорные органы получили возможность запрещать просмотр популярных информационных ресурсов, чьи публикации искажают восприятие политической обстановки на территории Российской Федерации. Так, в Уссурийском районе под запрет попал ряд новостных телеканалов, которые по разным причинам не освещали деятельность председателя исполнительного комитета Виталия Наливкина, чем грубо нарушали права и свободы жителей Уссурийского района. В первую очередь под запрет попали такие телеканалы, как НТВ, Россия-1, Россия-24, Первый канал, а также канал РЕН-ТВ. Сейчас основная задача в том, чтобы как можно скорее оградить жителей Уссурийского района от просмотра данных телеканалов. На вот эти вот каналы я поставил запрет. И так будет всегда. Если не видят меня, значит будут не видеть ничего. Согласно новому постановлению, всем уссурийцам необходимо будет добровольно отказаться от использования запрещенных информационных ресурсов. В случае невыполнения в дело будут вступать правоохранительные органы. Так, сотрудникам силовых подразделений пришлось нанести визит одному из злостных нарушителей, который долгое время находился в разработке по подозрению в невыполнении требований действующего законодательства. Используя фактор внезапности, силовикам удалось застать врасплох хозяина данной квартиры. Им оказался действующий сотрудник полиции подполковник Алексей Андреченко, который ранее уже проходил фигурантом по нескольким уголовным делам. На каком основании говорю? Можешь объяснить что-нибудь? Рассказывай, что делал. Что молчишь? Телевизор смотрел, сидел спокойно. Почему смотрел запрещенный канал? А какая тебе разница, что я смотрю вообще? Часто Соловьева смотришь? Постоянно смотрю Соловьева. Что запрещено законом или что? На выявленном месте нарушения информационной безопасности побывал сам председатель исполнительного комитета Виталий Наливкин. Что ты здесь делал? Телевизор смотрел просто. Сейчас я проверю, что ты смотрел. Давай проверю. Не было, поэтому не смогли его найти. Потому что... Авиасейлс. Поиск дешевых авиабилетов. Знакомьтесь, ум, честь и совесть провинциального уссурийска депутат Виталий Наливкин. Есть лишь одна проблема. Этот депутат не настоящий. Я тебе дам не настоящий. После пресечения попытки использования запрещенного информационного ресурса Виталий Наливкин напомнил, что незнание законов не освобождает от ответственности даже действующих сотрудников полиции. Исполнив требования вступившего в силу законодательства, председатель заверил, что теперь информационной безопасности уссурийцев ничего не угрожает. А мне, чтобы люди больше не жаловались, какие там телеканалы, какой Ютуб, откуда они взяли это, как они вообще смогли подключиться ко всему этому. Есть мои программы, есть мои телеканалы. Вот они и должны их смотреть. Помимо этого, Виталий Наливкин добавил, что с нетерпением ждет от правительства следующих законодательств.